МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уездная управа, несмотря на многократные просьбы управы губернской осмотреть и принять новое шоссе, все время отказывалось, и отказывалось это сделать. Служащие и то, и другое никак не могли выбраться на построенное шоссе из-за дурной погоды. Таким образом, вопрос о принятии Новосемейкинского шоссе дважды рассматривался на земских собраниях. Была исписана гора бумаги о шоссе, по которому уже давным-давно ездили в Самару из Самары, и к началу 1905 года оставалась на положении того самого детяти, у которого хоть и семь нянек, а оно все без глазу. Лишь сторож помнит едва, где барсук проскакал, да исчез, где горлица яйца снесла, где когда-то был путь через лес. Московское шоссе, уже давно ставшее одной из главных транспортных артерий современной Самары, находилось когда-то даже не на окраине города, а далеко за его чертой, и называлось Семейкинским. Впрочем, не какое-то было и не шоссе вовсе, а просто грунтовая дорога, которая шла через овраги и перелески, и бегали по этим перелескам не одни только зайцы, но и звери куда посерьезнее. Начиналась эта дорога от военного провианского магазина, который находился в солдатской слободке, а затем тянулась вдоль фруктовых садов горожан, находившихся вот на этом самом месте. Сад Буреева, Кириллова, Савельева, Аргентова и еще некоторые другие. Миновав этот последний сад, шоссе подходило к верховьям Постникова оврага. И вот там-то, справа от нынешнего шоссе, когда-то находилось озеро, известное под названием Ефимушкиного. Кто был этот Ефимушка, история умалчивает. А вот что касается самого озера, то здесь кое-что известно. Известно, например, что оно было искусственным и использовалось для водопоя стада, которое обыкновенно послось в этих краях. Но вот чем Ефимушкино озеро было интересно, так это небольшим деревянным строением, которое находилось неподалеку от него. В этом строении можно было видеть старую, потертую икону, помолиться, возле которой считалось у самарцев хорошим знаком перед дальним и небезопасным путешествием. А вот дальше, в пяти верстах от города, там, где сегодня располагается парк имени Гагарина, снова начинались сады горожан. Неклютина, Буслаева, Новокрещеного, Бунина и другие. А в конце шестой версты находился сад Константинова, где долгое время размещалась туберкулезная лечебница Красного Креста. А мы пока вернемся к самому началу бывшего Семейкинского шоссе и задержимся примерно в трех верстах от Малаканского сада, где бросим взгляд на располагавшееся здесь когда-то ровное гладкое поле, на котором когда-то были хорошо заметны два полога выпуклых возвышения или холма. Окрестные садовладельцы и дачники называли эти возвышения буграми и в тихие летние вечера с удовольствием совершали на эти бугры свои прогулки. А вот сегодня от этих бугров не осталось и следа. В двух с половиной верстах от города по Семейкинскому шоссе к островам среди городского выгона располагался большой участок земли, принадлежавший казне. Вот этот участок земли и был взят в аренду у города купцом Егором Никитичем Аннаевым, который обсадил его березами, а сам участок засадил яблонями, устроив в нем с помощью запрут два пруда, а в этих прудах развел карасей. Поначалу Аннаевский сад был довольно большим и состоял из 57 десятин земли. Потом, пользуясь стесненным положением Аннаева, директор банка Кириллов отрезал вот эту южную, ближнюю к нам часть сада для своего тестя-купца Соколова. А впоследствии и весь сад перешел к другим владельцам. И перед революцией принадлежал некой Алексеевской или Борщовой. Это для нее в саду была выстроена прекрасная деревянная дача в мавританском стиле. Как правило, в летние месяцы сад вместе с росшими в нем яблонями сдавался съемщикам и в урожайные годы приносил немалый доход и им, и хозяйке этого сада. Поэтому, окажись мы с вами возле нынешнего ботанического сада лет 110-120 тому назад, мы сейчас же ощутили бы запах тех самых антоновских яблок. Воздух был так чист и свеж, точно его совсем не было. А по всему саду раздавались голоса и скрип телег. Это мужики насыпали в телеге яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город. Непременно в ночь, когда так славно лежать на вазу, смотреть в звездное небо, чувствовать запах дегтя и слушать, как по большой дороге в темноте скрипит длинный-длинный обоз. В самом начале нового 20-го столетия Самарское уездное земство обратилось в земскую праву с ходатайством о постройке шоссе между городом Самарой и селом Семейкиным. В свою очередь, управа постановила ходатайствовать о выдаче Самарскому уездному земству ссуды для этой цели. Смета на постройку шоссе, утвержденная губернским земским собранием, равнялась 261 тысяче рублей, из которых на строительство шоссе были потрачены 251 тысяча с копейками. Что же касается остатка, то он, само собой разумеется, весь до последней копейки был возвращен в казну с указанием причин, почему не были потрачены 10 тысяч, оказавшиеся лишними. Таким образом, общая длина устроенного шоссе составила 23 версты 200 сажен, а ширина полотна 4 сажени, из которых 3 проезжая часть. В начале и в конце пути, а также в некоторых других местах, проезжая часть была замощена, а остальные части пути зашассированы. А вот в семи верстах от города, как уже было сказано, совершенно обособленно от других располагалась так называемая Константиновская дача, где именно она находилась. Сказать трудно, но скорее всего где-то на углу нынешних Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы, потому что ниже, ближе к Волге, находился скит, несколько строений которого сохранились и до наших дней. Там же, неподалеку от архиерейского скита, среди фруктовых садов, располагалось кумысо-лечебное заведение поручика Ивана Васильевича Среднего. Относясь к делу кумысо-лечения совершенно серьезно, Среднев задался целью сделать все от него зависящее, чтобы поставить дело кумысо-лечения на должную высоту. Для этого он расчистил запущенный лес, проложил аллеи, построил ряд домиков, большой красивый курзал, оранжерею, теплицы, но вскоре разорился и умер. А только что открывшийся кумысо-лечебный курорт перешел в другие руки уже в качестве простого дачного участка. Что же касается Константиновской дачи, находившейся вот здесь, совсем неподалеку, то известно, что ее владельцем был купец Александр Иванович Константинов. Дачу окружал большой фруктовый сад, в центре которого стояли деревянный дом и хозяйственные постройки. Еще до революции в 1910-х годах бывшая Константиновская дача перешла в ведение Лиги борьбы с туберкулезом. И отныне каждое лето в бывшем доме Константинова находили себе приют несколько десятков больных, которые пили здесь кумыс и любовались природой загородной Самары. Около половины пути, считая от Самары, щебеночный слой расположили на песчаном основании, а со стороны Семейкина на каменном. По бокам устроили бровки и через каждые две, две с половиной сажени дренажные канавки, засыпанные щебнем. Кроме этого, на всем протяжении пути были устроены 30 мостиков на каменных устоях и 6 каменных труб. Таким образом, кажется, все, что следовало сделать, было сделано аккуратно и в срок. И Самара уже с нетерпением ждала, когда сможет насладиться передвижением по этой новой прекрасной дороге. Дело оставалось за малым принять шоссе и разрешить его эксплуатацию. Но вот здесь-то и завертелась наша родная русская бумажная карусель. А мы возвращаемся на нынешнее Московское или Семейкинское шоссе и вспоминаем о том, куда держал путь наш искатель приключений на своей лошаденке. А держал он его в Лучинин колок, который начинался когда-то на десятой версте этого шоссе. Лучининым или Лучиным. Этот колок назывался по имени некоего Лучинина, который держал там некогда свой пчельник. Колок представлял собой лес, состоящий из дуба, липы, осины и клёна. Лес этот был довольно запущенный и заросший, так что дорога через него требовала от путешественника особой собранности и смелости. Но если эколог остался позади, то бояться было уже нечего. Впереди только балахонцев хутор и корчма, как называли постоялый двор, напротив которого еще издали можно было увидеть возвышающиеся над невысокой травой два-три амбара. Где-то примерно на 18-й версте Семейкинское шоссе шло уже по землям крестьян села Семейкино и в конце концов упиралось в это самое село. Скажи кто-нибудь век назад этим крестьянам, что когда-то их грунтовая дорога станет главной автомагистралью города. Можно не сомневаться в том, что они посмотрели бы на этого чудака, как на того, кто упал с луны. И сказали бы только будет брехать-то. Скажи еще, что когда-нибудь человек выше облаков взлетит. Но если летним вечером в час, когда холод идет от стоячих вод, вдруг выдры засвищут, не чуя нас, знай, это лес встает. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор